Всем привет, друзья! И этот вопрос не поднимался в лиге уже последние 15 лет. Но пришла пора признать, что эра Леброна Джеймса подошла к концу, а это значит, что настало время выбрать новое лицо Лиги NBA. Причем, казалось бы, этой потребности мы были лишены на довольно долгий срок, и лишь последний год повестка серьезно обострилась. Понятное дело, этот кит из окрона способен удивлять нас даже в 39 лет. Но пришла пора. Пора найти его преемника Майкл, Коби, Леброн. Калибр этих личностей, консенсус, останется в аналах истории NBA в рамке топ-5 бойлеров в истории баскетбола на протяжении как минимум следующих 20-30 лет, а то и дольше. Но та дыра, где-то ее опустошение побуждает общественность найти того самого Special One, кто сможет закрыть повестку хотя бы локального Гуата на следующие 10 сезонов. Йокичу Эмбидо по тридцатку, так что мы смотрим исключительно в сторону молодых игроков. И вы даже можете в какой-то степени возмутиться и спросить, а не странно ли уже сейчас приписывать это звание Анту, и есть ли в этом хоть какая-то логика? Давал ли он почту для подобных размышлений? Конечно же, да. Сегодня у нас сольный выпуск, где мы расскажем удивительную историю становления молодой суперзвезды NBA Эндони, мать его, Эдвардса. Начиная подводить вас к кульминации сюжетных перипетий, позвольте, я дам вам несколько вводных. Во-первых, как выглядит лицо NBA? По факту, это игрок, человек, который бесспорно входит в топ-3 игроков лиги, делает это по факту ежегодно в каждом отрезке своего прайма. Если же мы говорим за будущее лицо лиги, то даже несмотря на текущий тренд обожествлений европейских игроков, мы с вами понимаем, что для зрителя, а большая часть аудитории NBA обитает в Штатах, конечно же, этим самым лицом должен стать американец. Ему должна быть свойственная этакая деревенская простота, его баскетбол не должен быть глубинным, оставьте это европейцам, но доступно эффективным, а в конце описания этого парня должна идти такая фраза, но это же наш, наш мальчик. Однако не застряйте своего внимания на этой громкой, казалось бы, подводке. Главная цель ролика рассказать вам об Энтони, скрестить Эдвардовский вайп в ваши текущие познания о баскетболе, рассказать о нем что-то интересное, выделить особенности, сильные и слабые стороны и подвести под вывод, который вы сами же сделаете в конце ролика, ибо это ваш выбор, your choice. Итак, Антон Кузьмичев об Энтони Эдвардсе. Поехали! Как и в случае с Леброном Джеймсом, а кстати, вот эти прямые параллели я особо даже не закладывал в сюжет выпуска, но одна все же соединяющая этих двух игроков деталь есть. Энтони Эдвардс был good at sport. По факту ино является. В школьные годы подавал большие надежды в американском футболе, уже давно узнаете, причем это не просто для красного словца напоминание, но прямое следствие того, что сам Ант оттуда привнес в свою игру чуть ли не главное в собственном скиллсете. Речь про атлетизм. Был хорош по собственным словам в бейсболе, но баскетбол это, как сам потом выразится, Эдвардс куда более веселая и интересная игра. Учитывая место рождения, а это Атланта, штат Джорджия, то простецкий вайп это про него. И насколько прост в жизни был Энтони, я вам может быть не скажу, но талантливый? Точно да. Ибо он станет пятизвездочным школьником, получит предложение от ведущих программ страны, но на ИТ, на ИТ это есть, поедет далеко не самый престижный колледж страны с точки зрения баскетбола, Джорджия. Причина простая. Том Крин, который на тот момент тренировал бульдогов, а за свою тренерскую карьеру выпустил двух типажных атакующих защитников, с которыми у самого Эдвардса много схожего. Это Виктора Ладипа и Дуэйн Уэй. Со вторым Эдвардса, собственно, активно и сравнивали скауты своих драфт-отчетов. Крепкий сезон в NCAA и забетонированное место в топ-3 ярмарки талантов по оценкам почти всех ведущих изданий страны в последних моках, откуда я специально для вас выцепил несколько интересных фактов. Драфт 20-го года, напоминаю вам, это что? Нахождение там Миннесоты Шарл как бы не вызывает никаких дополнительных вопросов, но второй пик того года имели Голден Стейт Вольверс. Сейчас уже тяжело говорить в формате «а что если?», но это самое «что если?» имеет два ответвления. Перед драфтом первые три пика были понятны. Уайзман, Ламело и Эрбц. Я думаю, что вы сами понимаете, кто куда поехал, но суть заключается в другом. Миннесота в то время отчаянно пыталась скинуть этот первый пик, ибо в Эдвардсе не сказать, что Вера была настолько сильна, а использовать этот выбор как актив под сиюминутное усиление состава очень хотелось, и они вроде бы как могли это сделать. Ламело закрывал позицию Д'Анджело, Уайзман – Таунца. По факту, не найдя никаких достойных предложений, выбор Эдвардса был понятен и очевиден. На его позиции попросту не было игроков, на которые делали тогда ставку тренерский штаб-команду, ну, возможно, только Малик Бизли. А в этой самой мультивселенной, что если интересно, цитата Стива Кера, которая якобы была адресована Анту после преддрафтовых воркаутов. Говорим, если что, со слов самого Эдвардса, которую он обронил на пресс-конференции. Посмотри на Стефа, Кейди и Клея. Глянь, как они тренируются. Ты это не делаешь. Если бы у нас был первый пик, мы бы точно тебя не взяли. В прессе, причем, я видел несколько мнений. Якобы инсайдер, близкий к источнику в клубе, сообщал, что ГСВ предпочитает Ламела, если Уайзман уйдет первым пиком. И это несмотря на то, что их дуэт с Карри, скажем так, был немножко сомнителен. Однако некоторые издания утверждали, что в случае пика Уайзмана ГСВ все-таки остановится в выборной Эдвардсе. Но правды мы уже, конечно, не узнаем. Уайзман уже сейчас можно записывать в уверенные. Басты, Ламело и Ант наиграли на свои супер-максималки. Но фишка в другом. Эдвард сказал, что эта беседа послужила для него толчком, триггером, чтобы впахивать буквально на каждой тренировке и становиться лучшей версией самого себя. Возможно, именно поэтому в его профайле вслед за характеристикой трудовая этика стоят три знака плюс. Эдвард точно впахивает в зале, и это, очевидно, заметно на паркете и в том прогрессе, что мы наблюдаем от него за эти три с половиной года. Без тренировок не могло обойтись никак, да и специфику коуча Финча мы все с вами понимаем, но об этом в порядку. С Кером, кстати, они встретятся уже в рамках сборной США, и между ними вновь произойдет тарантиновский диалог. Антотренерский штаб рассматривал их в качестве резервиста, аргументировав это тем, что Уэйд тоже был подменщиком Коби сборной. Да-да, ответ у Эдвардса мы все с вами уже прекрасно знаем. Я и есть Коби в этой сборной. Причем это, знаете, казалось бы, незначительный пазл в общей картине, но именно такие детали помогают нам лучше понять портрет Анто. Любила ли его мама? Не знаю. Уверен ли он себе? Знаю. Однако возвращаемся к делам давно минувших дней. Миннесота тогда, это вот если никого не оскорблять, была Миннесота. Дефектное управление, непонятный вектор развития франшизы и тому сопутствующие атрибуты франшиз, которые можно смело без экспансии отправлять в Сиэту. Мало кто догадывался, что в ковидном межсезоне 2020 года они вытащили не один, а целых два золотых билетика в прекрасное будущее. Первый это, как мы с вами уже поняли, Энтони Эдвардс. Второй Джейден Макдэниелс, которого выменили через два дня после драфта за незначительные активы. Лидеры команды на тот момент Малик Бизли, Данджел Рассел и, конечно же, Карл Энтони Таунс, который за исключением этого сезона всегда имел такую прикольную ачивку минусовой суперзвезды, которую почему-то все очень сильно любят и рейтят. Ан в такой бесланной банде с ожиданием 25 побед за сезон, конечно же, получил место в стартовой пятерке на позиции тройки, что, собственно говоря, можно пересказать иначе. Брат, дай цифры, выиграй новичка года. Со своей задачей Энтони успешно справился. Почти 20 очков в среднем за игру и титул лучшего новичка сезона в команде, которую посреди оного, кстати говоря, проносясь по истории франшизы, возглавит опытнейший тренер, опытнейший специалист Крис Финч, долго работавший сначала в Европе, а потом на должности помощника главных тренеров NBA, но де-факто ушедший после года сотрудничества в штабе Ника Нерса, за счет чего его идеи всегда казались какими-то экспериментально-ауристическими, что ли. Новая глава Миннесоты Тимурвулс началась, но что делать дальше? Пока не ясно. Сезон 21-22. Я знаете, как назову? Дележка власти. Эдвардс попадает в ТО-20 главный скорор в Рафлиге по итогу Монова уже в 10-м матче сезона, скатавшись на 48 очков в проигранном поединке против ГСВ, хотел организовать реванш Керу, но пока не получилось. Реабилитировался уже в 81-м матче регулярки против Сан-Антонио, набрав уже 49, и на тот момент матч стал победным. Таунс, если что, в ТОП-10. Я про эту власть. Команду дуэлла не только ставки, но и количество букв W в графе по итогам регулярки суме второй раз за 15 лет оказаться в постсезоне через плей-ин. Спойлер, вновь безуспешно. Понятно, что седьмой строчке ожидания не прям были какими-то заоблачными, но все-таки Мэмпис-Гризлис. И это тот самый случай, когда нежданно-негаданно абсцентный шанс точно имелся. Особенно, если взглянуть на ход игр той серии. Но у Д'Анджелы Рассела в усмирь перволевшего серии были другие мысли на этот счет. 2-4. Эдвард тогда устроил лютую перестрелку в третьей четверти первого поединка с Джамарентом, а апофеозом безобразия Чокко стал, пожалуй, третий матч серии, где Миннесота могла делать 2-1 с преимуществом на башней площадке, но на минус 25 уехали в заключительной 12-ти минутке. Причем сам Энтони собрал хорошую прессу по себе. Более 25 очков за игру в возрасте 20 лет. Да, где-то перестал в моменте резко брать игру на себя, но напомню, это сезон 21-22. Он еще не главная звезда команды. Грязная среда. Ну а как еще охарактеризовать те события, которые произошли в команде 6 июля 2022 года? Осужден, казнен, убит. Именно такие фразы оставляли фанаты Миннесоты со своими угрозами новому ген-менеджеру команды Тиму Конноле. Да, ребят, мы про тот самый трейдер Ууди Габера. Это сейчас волнение и возмущение чуть под утихли, но тогда на месте Конноле даже Люцифер не хотел бы оказаться, а уж он-то с критикой нормально справляется. Дальше Миннесота шикарно стильнула Кайла Андерс на топовом контракте, а в дедлайн сорвала Куш, отдав Д'Анджело за Майка Коннли, Никеля Александра Уокера и пик 2-го раунда. Схватив со старта сезона серию из достаточного для критики количества поражений, волки уже 21-го матча остались без получившего серьезного травму Таунса. Дни, казалось бы, почти восставшие из мертвой франшизы были попросту сочтены в глазах других фанатов НБ. Мы-то с вами знаем, что у фанатов Тимбровол всегда есть коронная фразочка «Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов». Но не суди, да не судим будешь. Это стало поворотным винтиком в успехе текущего сезона. Объясню почему. Эдвардс ранее пташка, всем очевидно. Атлетичный, по-хорошему заводной, стриковый, молодой скорор. Все это характеристики игрока, который должен быть первой опцией в команде не контендере. И это даже с Таунсом, который по факту построил карьеру на том, что является уникальным атакующим бигменом. Та травма, тот период, все это послужило триггерным крючком того, что мы наблюдаем сейчас. Карл уже не главный. Главному в этой деревне всего лишь 21 год. Да, зачастую нестабильный, но есть два обратных аргумента. А уж профайл игрока скажем позже. У него есть инстинкт убийцы, у него есть из-за возраста еще очень и очень много пространства для роста, что в простонародье называют потенциалом. А вот у Таунса нет. Просто часто запоминается только плохое. Плей-ин того сезона. На этот раз у Лейкерс, в отличие от прошлогодних клиперс, играть за выход седьмой строчки и то поражение еще бы ничего, но 9 очков Эдвардса это вообще ни в какие ворота. В матче на вылет соу Кейси на первых ролях был снова Таунс, набравший 28, у Эдвардса 19. Серия с Денвер Наггетс это было понятно всем. Билет в один конец. Но если уж билет в один конец, то надо скататься хотя бы на бизнес-классе. Да, 1-4, да, без шансов, но не зря Миллоун говорил, что это была самая жестокая серия на пути к финалам NBA. Миннесота знала, за что играла. Она играла за право быть в террах, где ее хотел видеть Конноли, проводя сделку по Габера. Получилось ли? Не могу пока ответить точно, но Эдвардс в хлам перекрылся сомнений относительно своей дееспособности в плей-офф, набирая более 31 в среднем за вечер, учитывая, что по нему играл Кентавиус в Олд Уолл-Поп, лучший персонажик Денвер Наггетс и один из лучших в Леге. А уже дальше можно поднять сводки и увидеть, что Лейкер скинули в Антони Палкой, но в Андербилдом, который позже будет прикрывать Кари, являясь тир-один матчапером того сезона и все встанет на свои места. Стиль Эдвардса в таком юном возрасте подразумевает просадки и они ему точно простительны. Если думаете иначе, то вы просто не понимаете базовой концепции бойлеров такого типа. Это лето не вернуть уже, как и не вернуть те 260 миллионов, которые получит Эдвардс от Миннесоты по своему новому соглашению, заранее уведомив агентства Речи Пола, что он прекращает с ними сотрудничество. С этим же новым агентством WME, кстати, подписанный второй главный тип команды, Джейден МакДэниелс, но речь не про деньги. Контракт понятен, ставка сделана и она беспроигрышна в отличие от многих других супер максималок. В этом сезоне Эдвардс уже суперзвезда без каких-либо приставок но. Он все еще молот, его команда рушит все ложные тезисы о том, что Таунс на четверке это что вообще такое. Он франчайз в той системе, которая готова идти за ним. А финиш на данный момент утирает нос всем критикам, тренерскими изысканными решениями набивали текущий успех Миннесота вообще мог быть реален без прогресса ант-мена. Да, не такого яркого, да, не такого осязаемого что ли. И по этой причине Эдвардс для русскоязычной аудитории пока пребывает в задачке как данность. Но то, что дано, не каждый может взять. Итак, теперь раскрываем мысль. Наступает самая интересная часть роликов. Но перед ее началом я попрошу вас поставить тысячу лайков под этим выпуском. И знаете что? Давайте сделаем демократию. Пишите в комментариях фамилию игрока, который вам интересен, про которого вы послушали сольный выпуск. И самый залайканный будет, собственно говоря, отправлен в сюжетную составляющую. Так что ваша активность это наша главная мотивация. Делитесь этим выпуском с друзьями, активно репостите, подписывайтесь на канал и да пребудет с нами свет. А может быть и муравей. Это уже посмотрим. Эдвардс уникальный типаж молодой суперзвезды. Мы с вами привыкаем к тому, что молодые игроки уровня Тиродина идут уже по узнаваемой тропинке, превращаясь в ол-раунд исполнителей, где-то часто жертвуя важнейшими метриками игры. Кто-то жертвует защитой, как это сделали Лука Дончич и Трей Янг. Кто-то жертвует эффективностью, кто-то жертвует лояльностью к трехочковым броскам, кто-то не может играть рядом с игроком, который сопоставим с ним по уровню, а кто-то Энтони Эдвардс. Дефакто он является взрывной помесью молодого атлета без слабых мест в ближайшем будущем, который готов ходить в когорту главных звезд ассоциации, который может и защищается. Если вводить такую переменную в рамки сравнений, то для меня Энтони Эдвардс это версия Донована Митчелла 2.0. Но если в Донована я не верю, то в Эдвардса в рамках баскетбола высоких достижений поверить хочется. Причем очень важен портрет Анта. Он отнюдь не идеален, его уже год назад штрафовали за гомофобные высказывания. Полугода назад Крис Финч сказал, что Эдвардс на драфте приходил 6.4, а сейчас он 6.6. Но важен момент, о котором сказал сам тренер, цитируя игрока. Не дай мне стать 6.6, иначе я буду Майклом Джорданом. То есть это то мышление спортсмена, которое невероятно привлекает обычного зрителя, о чем я говорил буквально в начале выпуска в контексте следующего лица. Ведь ты же брок, ты игрок Миннесота, но ты смеешь называть себя Майклом Джорданом. Недавний инцидент про ребенка от одного блогера, который вскрыл переписку себя в инстаграме относительно того, что Эдвардс перекинул ей 100 тысяч зеленых на аборт, казалось бы, также не прибавляет антуража персоне Антмена, но он такой. Он все еще тот самый простой парень из Джорджии, который будет совершать ошибки, на счету которого будет не один десяток провальных поединков, но важно другое, важно мышление. А мышление Энтони Эдвардса настолько прямолинейное и простое, насколько это вообще может быть. Я могу, дайте мне изоляция, один, кстати, из тех компонентов игры, в котором он очень сильно спрогрессировал за три последние года. Дайте мне матч плей-офф, и я выиграю вторую серию плей-офф для этой гребаной франшизы. И неважно, станет ли он новым лицом лиги или же статус Миннесота, где он останется еще как минимум лет на пять, ему это не позволят сделать, на это наплевать, выбор останется за каждым. Момент придет, а это была обычная история про трудолюбивого, простого и, что важно, аутентичного Энтони Эдвардса, частичку вайба которого, я надеюсь, вы прихватили вместе с собой в этом ролике. Всем спасибо! Да, возможно, не хватило истории про то, почему у Эдвардса там номер пять, история довольно грустная, но это не важно, возможно, я на нее там оставлю какой-то реплай в телеграм-канале около АНВА, это моя личная телега, на нее подписывайтесь. Всем огромное спасибо за уделенное время, я надеюсь, что вам понравилось. Для вас вещал Антон Кузьмичев, не хворайте, будьте счастливы, мы счастливы! Уходим с лобного места, всем пока!